Оренбургский спорт Сегодня в программе турнир по настольному теннису памяти Виктора Черномырдина Научно-практическая конференция в Институте физкультуры и спорта Соревнования первокурсников в Оренбургском госуниверситете Подробности через несколько секунд Турнир по настольному теннису памяти нашего земляка Виктора Степановича Черномырдина прошел в областном центре В спорткомплекс Олимпийский съехалось около 200 спортсменов Это поклонники малой ракетки из городов и районов Оренбуржья, Башкирии, Татарстана, Казахстана На открытии турнира побывала наша съемочная группа Турнир по настольному теннису памяти нашего земляка Виктора Степановича Черномырдина Впервые в Оренбурге прошел год назад Соревнования уже тогда имели статус международных Ведь участие в них принимали гости из Казахстана В этот раз наш турнир они также без внимания не оставили Равно как и теннисисты из Самары, Магнитогорска, Альметьевска, Казани Честь Оренбуржья готовы защищать мастера спорта и международники Сегодня наш регион без ложной скромности можно назвать столицей настольного тенниса Игроки команды «Факел Газпрома» в прошедшем сезоне собрали все трофеи Став обладателями Кубка России, чемпионами страны и Евролиги К концу года в Оренбурге завершится строительство центра настольного тенниса И это еще не все, чем может гордиться наш регион в этом виде спорта Который, кстати, определен как один из базовых Сорочинская школа, известная во всей стране, тоже подтвердила свой класс Там не менее кисти спортсменов из Сорочинска и фишор Входят в составы сборных команд страны Это говорит о том, что мы правильно выбрали этот вид И акценты делаем на его развитии в тех именно муниципальных образованиях Которые, кстати, сегодня принимают участие в нашем турнире Турнир по настольному теннису памяти Виктора Черномырдина Проходит в трех возрастных группах среди девушек и юношей, а также в категории мужчины Встреча представителей Оренбуржья за одним столом не редкость Бигбулату Жусупову из Новоорского района, для которого это первые крупные соревнования В стартовом поединке противостоит обладатель второго разряда Марат Гумеров из Кубандыка Поначалу новоорский спортсмен уступает, но затем сравнивает счет 2-2 В решающем пятом сете Бигбулат вырывает заветную победу Раньше не встречался, но я всегда мечтала выиграть Потому что, ну, чтобы повысить свой уровень игры Я хочу попасть в первый финал, ну, и там поиграть сильными игроками Мне больше ничего не надо, главное – поиграть Для начинающих теннисистов участие в подобных соревнованиях – возможность повысить свой уровень Для мастеров – очередная проверка своих сил Через год зрелищные поединки повторятся снова Турнир памяти Виктора Черномырдина прочно закрепился в календаре соревнований Оренбуржья Союз теории и практики в Институте физической культуры и спорта ОГПУ прошла 8-я региональная научно-практическая конференция Участие в ней приняли около 300 человек Это педагоги, тренеры, руководители детско-юношеских спортивных школ области Одним словом, все те, кто неравнодушен к проблемам современного спорта и физической культуры Подробности в нашем сюжете Им есть что обсудить Тренеры, учителя физкультуры, студенты и руководители разных уровней Вот уже 8 лет собираются вместе на октябрьской конференции Для того, чтобы поговорить о наболевшем и найти пути решения злободневных вопросов Один из них – нехватка специалистов в сфере спорта Это особенно актуально сегодня, когда материально-техническая база региона пополняется А вот работать в новых комплексах некому Только половина выпускников, перешагнув порог учебного заведения, остаются в профессии Кадровая проблема далеко не единственная Остается основной из них – это повышение двигательной активности школьников Оторвать от компьютеров Предложить лучшие формы сегодня, передовые формы, которые востребованы сегодня молодежью Где-то, может быть, и нестандартным подходом увлечь к движению Традиционно участие в конференции принимают гости из соседних регионов В этом году в числе докладчиков – представители Уральского госуниверситета физической культуры из Челябинска Доцент педагогических наук Андрей Кузьмин – завсегдата Оренбургского форума Его нынешний доклад посвящен этике спортивного педагога Мне кажется, это очень актуальная тема И незаслуженно замалчивается в сфере спортивно-педагогических работников Потому что нарушение, к сожалению, отношений в системе тренер-спортсмен-учитель физкультуры Ученик – они приобретают характер нормы После пленарного заседания работа конференции продолжилась в четырех секциях Для ведущих тренеров, для преподавателей физкультуры, школ, СУЗов и ВУЗов Для специалистов адаптивной физической культуры и спорта, для учителей ОБЖ Второй день запомнился круглыми столами, семинарами и, конечно, мастер-классами Ставим в любую сторону эти фишки Под любым углом нулевой градус 45-90 И тренировать проходы Мастер-класс по баскетболу на практической площадке конференции проходит каждый год В этот раз в роли учителей главный тренер женской команды «Надежда-3» Светлана Лахина И председатель областной студенческой баскетбольной лиги Старший тренер сборной ОГПУ Сергей Агеев Их словам внимают студенты, педагоги и наставники дюж со всех районов Оренбуржья Последние, кстати, на две недели приехали в областной центр специально для повышения квалификации Достаточно популярная игра, поскольку у нас есть прекрасная команда, женская баскетбольная команда Хотя сейчас и начинается на подъеме, так сказать, детский баскетбол, юношеский баскетбол Есть создана в городе школьная баскетбольная лига Как раз-таки сейчас есть такая потребность в тренерских кадрах Сейчас достаточно много школ в городе принимают участие в соревнованиях И не все школы имеют возможность тренировать детей по той простой причине, что нет, не хватает тренеров Поэтому такие мастер-классы, они как раз и имеют свою целью рассказать, показать учителям, на что нужно обращать внимание и над чем работать Знать основы техники баскетбола, конечно, необходимо, но это далеко не все, что требуется от наставника Наверное, уделять внимание взаимоотношениям, чтобы дети понимали взрослого человека, а мы понимали детей Ну, по-моему, любовь здесь решает все Если будешь терпимее относиться ко всему, все получится Выпрямляю ноги, одновременно тяну рукой И вытягиваю, оп, мизинчик, видите, я разворачиваю наверх Понятно? Мастер-класс по дзюдо в программе конференции впервые Около 40 воспитанников дюж номер 2 «Прогресс» сегодня повышают мастерство под руководством своего тренера Евгения Палкина и звездной гостьи Участницы Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Юлии Кузиной Место встречи дзюдоистов начинающих и опытных – специализированный центр на улице Новой, который открылся в феврале этого года Отжимания даются нелегко, но халтурить тренеры не позволят Настоящий дзюдоист должен обладать целым набором качеств, развитием которых и занимаются наставники Это выносливость, быстрота, скорость и так далее Мы работаем над развитием мышления у детей, как у дзюдоистов, чтобы они не просто вырастали сильными и здоровыми Но и у них что-то в голове было, чтобы они развивались Также я слежу за их обучением в школе Они дневники раз в неделю показывают, кому ставят оценки И со всех сторон пытаемся развивать детей А цель конкретного этого мастер-класса Начинаются первые вводные упражнения для становления как спортсмена Это тяги руками, развитие общих физических качеств А этот шум и гам вовсе не нарушение, а продолжение учебного процесса Элемент игры оживляет тренировку, да еще как Тигры и газели – одно из заданий Первые должны нападать, вторые убегать Судя по реакции мальчишек и девчонок, такие упражнения им по душе Это дети, им в любом случае обязательно надо играть Они все как игру сейчас воспринимают И все задания как игру Поэтому именно та часть, которая идет основная Я ее даю немного Потому что их концентрации внимания в этом возрасте надолго не хватает И это обучение будет бесполезным Не больше 10-15 минут и все И потом игры, ОФП идет Вы видели отжимания, подтягивания и так далее Дзюдо – не единственная дисциплина, которую можно поздравить с дебютом Впервые в программе конференции также мастер-класс по голболу Игре для спортсменов с нарушениями зрения В Оренбургской области в голбол начали играть в 2007 году Если раньше в соревнованиях по этому виду спорта участвовали исключительно юноши То сегодня на площадку выходят и девчонки Освоить технику игры не так просто, как кажется на первый взгляд Убеждаются в этом студентки специальности адаптивная физическая культура Их соперники – команда коррекционной школы-интерната номер два Имеющая определенные достижения в голболе Пока спортсмены оттачивают мастерство, будущие специалисты АФК набираются опыта В нашей области есть школа областная, где учатся слепые и слабовидящие дети Также в наш урок обязательно входит эта игра Обязательно нужно сдать правила Самим попробовать поиграть Для них это нужно будет очень необходимо Потому что играют в нее спортсмены группы B1, B2 Это слабовидящие и слепые Игра идет на звук Нужно слышать мяч Нужно выполнять, быть физически готовым Для проведения вот этой вот игры То есть наши ребята неоднократные были участники всероссийских соревнований И сейчас в ноябре они тоже едут на спартакиаду детей-инвалидов Где будут участвовать в голболе Легкая атлетика, волейбол, мини-футбол Мастер-классы по этим видам спорта Также прошли в рамках восьмой региональной научно-практической конференции Которая по своей насыщенности предшественницам не уступила В которой традиционно проходят в УЗИ не один десяток лет В этом году на старт спартакиады первокурсник вышли все 16 факультетов Участники состязались в шести видах спорта Кому в итоге достался главный трофей, узнаете из нашего сюжета Спортивный марафон длиной в полтора месяца Завершают соревнования по настольному теннису Ракетки в руках первокурсники держат уверенно Многие из них в пинг-понг играют с детства Давно, можно сказать, когда в школу пошел Сестра привела После этого он начал заниматься Для них здесь пока многое в диковинку Ведь порог Оренбургского госуниверситета Вчерашние абитуриенты перешагнули недавно Но, пожалуй, этот спортивный зал учебного корпуса номер два Приятно удивит у студентов бывалых После капитального ремонта, завершенного два месяца назад Он стал совсем другим База ОГУ укрепляется И не пользоваться ею грех Сегодня в физкультурно-оздоровительном зале политеха На площадках второго и третьего корпусов В спорткомплексе «Пингвин» и во дворце «Прогресс» Работают секции по 12 видам спорта Ну а первые соревнования в учебном году Стартует в середине сентября Спартакиады первокурсник Для того, чтобы студенты, придя в стены вуза Сразу ощутили и поняли ту спортивную жизнь Которая кипит вокруг них И были как можно быстрее в нее вовлечены Поэтому те, кто показал какие-то результаты Они попадают в наши спортивные секции И дальше они продолжают заниматься Готовятся к стартам более высокого уровня Что это? Это, во-первых, Спартакиада-университет Который стартует в феврале месяце Ну и дальше у нас проводятся Фестивали студенческого спорта Областные чемпионаты города и области Среди студентов по видам спорта Настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, футбол Эти дисциплины уже прочно закрепились В программе Спартакиады первокурсник В этом году студенты впервые соревновались В перетягивании каната Самые меткие парни и девушки Пробовали себя в пулевой стрельбе Правда, пока вне зачета На всех этапах Спартакиады В ней приняли участие около 800 человек Сегодня, пожалуй, самый волнительный момент Подведение итогов В общем зачете третье место занимает Команда факультета экономики и управления Серебряные медали у представителей Архитектурно-строительного факультета Главный трофей, переходящий кубок Вручается студентам электроэнергетического факультета Переходите в первое место Никому не отдавайте Не отдадите Я участвовал в соревнованиях по футболу По теннису Очень понравилось Было много борьбы, эмоций Не без этого, конечно Особенно в футболе Ну, мы заняли второе место Так я играю в хоккей, в футбол Так понемножку, можно сказать, универсал И побольше бы таких соревнований, мероприятий Было бы очень хорошо Впереди еще больше половины учебного года Которые запомнятся первокурсникам Новыми соревнованиями Главное, что благодаря своей первой спартакиаде В стенах ОГУ Они сделают важный выбор Какому виду спорта посвятить часть своей студии Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня Пусть новая неделя запомнится яркими победами и рекордами До встречи в программе Оренбургский спорт Редактор субтитров А.Семкин